АПЛОДИСМЕНТЫ Я, Сергей Павлович, еще немножечко хочу даровать о том, что область, о том, что область находит. Вся коммунская область сейчас очень бурно развивается, как и странно. Это не совсем корректное сравнение. И действительно, в продолжение сказанного, посмотрим на того, что область, и посмотрим, что там происходит, как она бурно развивается, сколько открыто за последние 10 лет новых предприятий. С иностранными инвестициями. Поразительный пример того, насколько качество управления региона может влиять. Предприятие, которое открывается в Новом Калужской области, это предприятие достаточно инновационно-неинновационно, но по крайней мере, достаточно высокотехнологически. И из Калужской области, насколько мне известно, со стороны как раз этих предприятий существует огромный спрос на образование, и на образование в области, на техническое образование, в целом, в большинстве. И, наверное, вот с Телеконом ДМ у нас решили сделать совсем непонятный месяц. Я понимаю, почему есть грудь, а полная толстность. Ну, и сердечность. Или действительно, на Калужской области, которая самая крупная, это растет промышленность, технологическая промышленность. Я думаю, что есть грудь, а полная толстность. Я думаю, что есть грудь, а полная толстность. Грудь, а полная толстность. Я думаю, что с Хабрием, по-прежнему, человек, в целом,atreхно-конечный шанс, который истинец, который, в leurне, севернее и конктивным. И если нет, то, что с ним тоже, если есть, если есть какие-тоorus, какие-то, что-то, я думаю, что есть, в ребенке, где-то, что-то, 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 где-то, 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 присоединирует к У меня такое предложение, я в арте отдельно отвечу на этот вопрос, а для аудитории отвечу по-русски. Вопрос о связях с силиконовой долиной и вопрос о том, что есть ассоциация American Business Association of Russians, и там сотни наших земляков, в широком смысле единомышленников, в общем, процветают. Когда мы туда приезжаем, это такое приятное вообще зрелище. Когда видишь, что люди состоялись, когда люди все получилось, они уехали, вот когда приезжаешь в Нью-Йорк, встречаешь людей, которые выехали из СССР, они обычно работают на такси. А когда приезжаешь в Силиконовую долину, видишь, которые приехали в МИИС, они туда приехали, понятно зачем, они знают, что они там делают, у них там все получилось, совершенно другая публика. И благодаря этой ассоциации уже пять лет проводится конференция Силиконовой Лепендорс, мы каждый год туда ездим. Мы организовали такие мосты, мы берем лучшего выпускника нашего бизнес-инкубатора, ассоциация выпускников университета, дает ему грант и направляет на то, чтобы он выступил перед инвестором. И вот такая компания организована была уже лет, наверное, пять тоже назад, «Томск Инкорпорет» — это у нее такое символическое название, и эта фирма является одной параллельно-старной, и в Томске у них есть зеркало, называется «Томосо», и в Жене-Нью-Невске. Вот эта модель, мы ее пытаемся развивать, и достаточно успешно, и вот у нас пару недель назад был в гостях один из организаторов, Евгений Зайцев, он сам из Барнаула в Сибири, потом получил PhD в Стэнфорде, был соорганизатором вот этого всего движения, в Силиконовой долине. Но, пользуясь случаем, приглашаю всех в замечательное совершенно событие, мы с марки встретились там как раз в Силиконовой долине, совершенно волшебная обстановка и атмосфера инноваций, и девочки обсуждают только технологические аспекты стартапа, ну, совершенно невероятная какая-то, религиозная такая. Начинаешь разговаривать, да, и так или иначе, королевые переходят здесь. Ну, приглашаю. Спасибо большое за очень хорошее замечание о том, что нужно использовать ресурс тех, кто уехал из России и работает сейчас в заубежных технопарках. На самом деле, мы понимаем и это, и вот как констатация, это правда, сейчас большая группа студентов первого и высшего образования, мы у университета, не МТ-бизнес-школы, университета и академии нового хозяйства при правительстве находятся как раз в Стэнфурде, российско-американской конференции, и мы щупаем проблемы инноватики и предпринимательства. Там где-то наших сейчас человек 15, они на следующей неделе возвращаются. Вчера я просидел два часа с нашим блестящим человеком, который работает в Слоун-бизнес-кул и в МАТ, в МАТ, он американец уже, то есть у него уже американское гражданство, пытался ему уговорить, чтобы он приезжал сюда преподавать хотя бы раз в полгода. Я сгорю в службе, господа, если нам удастся нашу интеллектуальную элиту, которая по разным причинам уехала, не уговорить вернуться, я считаю, что это вообще некорректно, потому что люди живут там, где им хочется, а поделиться своими блестящими мозгами, помочь стране образованию и новатике, ну мы это называемым интеллектуальным способом, приехать, поучить, я не знаю, провести телеконференцию. Пока вот в мои несколько встреч, которые я проявил, показывают, что люди поразительно хорошо на это отзываются и часто готовы и прилететь за свои деньги, и ничего с университетов не брать, то есть мне кажется, что так же, как многие страны мира опираются на свои национальные диаспоры за рубежом, вот это тот случай, когда нам нужно вспомнить, что россиян за рубежом и в США, и в Англии, и в Европе, и на Востоке сейчас много и далеко не самых плохих, и надо с ними устанавливать контакты, и попросить их душе поделиться им интеллектуальным способом. Самое спасибо. Уважаемые слушатели, появился бонус, у нас еще есть дополнительные минус 10 на панельную дискуссию, потому что у нас небольшие перестановки в программе, поэтому если у вас есть еще вопросы, вы можете задавать, я вам подойду. Продолжение следует...